Любить и оберегать, носить на руках, дарить цветы и восхищаться. Международный женский день — это торжество весны и красоты. И лично мне нравится, во что трансформировался сегодня контекст праздника, который зарождался более ста лет назад под лозунг бастующих петроградских работниц — равноправие и хлеба. Да, времена были другие, согласитесь. «Женщина в брюках! Это возмутительно!» — кричали многие тогда. А представить женщину в форме морского офицера и вовсе было немыслимо. Однако… Работала я у себя на Дальнем Востоке, и никому не было дела до того, что я женщина. А тут вдруг сразу открыли такое необычное явление. Так и поднявшаяся в мировой прессе шумихи писала в своих мемуарах Анна Ивановна Щетинина. Тогда, в 1935 году, она в качестве капитана в Гамбурге принимала пароход «Чавыча», который затем перевела в Петропавловск-Камчатский. Ей было 27 лет. Анна Щетинина — первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. Это классический водолазный костюм, который ещё называется «трёхболтовка», потому что шлем к нему крепится при помощи трёх болтов. Вот здесь два, и сзади один. Его придумали в конце 19 века и используют до сих пор, в основном крепкими и рослыми мужчинами. Но именно в таком работала Нина Васильевна Соколова, инженер-полковник ВМФ СССР, первая в Советском Союзе женщина-водолаз. Её рост был 1 метр 57 сантиметров. Разрешение на подводные работы на глубинах до 10 метров ей ещё до войны подписал сам председатель в ЦИК Михаил Калинин. А весной 1942-го Нина Васильевна предложила проект по прокладке топливного трубопровода в осаждённый Ленинград по дну Ладожского озера и сама активно участвовала в его реализации. В общей сложности во время работы на Ладоге она провела под водой 644 часа. Это 27 суток. Страха не чувствовала, было большое напряжение. Зажмурилась, сосчитала до 15, пронесло. Так отвечала нью-йоркским журналистом Валентина Орликова, 27-летний четвёртый помощник капитана сухогруза «Двина», рассказывая о том, как в Северной Атлантике удалось увернуться от немецкой торпеды. Это было в конце 1942-го года. Тогда транспорт в одиночку прошёл самым опасным морским маршрутом Второй мировой войны — холодным коридором ада, как тогда называли «трассу арктических конвоев». «Очаровательная малышка, морской офицер» писала тогда американская пресса о Валентине Орликовой. После войны Валентина Яковлевна стала первой в мире женщиной-капитаном китобойного судна. И любопытно, что название у него было «Шторм». Вот уж действительно думай, что хочешь, а эта женщина управляла «Штормом». Все эти примеры подтверждают тезис, что, по сути, не бывает мужских и женских профессий, если выбираешь дело своей жизни сердцем. Милые дамы, от имени всех мужчин компании «Леста Геймс» спешу поздравить вас с Международным женским днём. Это праздник весны и красоты, пробуждения природы и радости жизни. Мы восхищаемся вами и очень вас любим. Будьте счастливы, мечтайте и творите. И пусть все ваши желания сбываются. Субтитры создавал DimaTorzok